День добрый, с вами Николай Жаринов, филолог, культуролог, главный редактор творческого альманаха «Артификс», и мы продолжаем с вами знакомиться с русским изобразительным искусством XIX века. И, конечно, первый человек, о котором мы должны поговорить, это легенда русского изобразительного искусства, один из самых ярких представителей академической живописи Карл Брилов. И действительно, биография этого художника крайне интересна. Кроме того, важны те открытия, которые он совершил для русского изобразительного искусства, потому что без Брилова весь XIX век в отечественной живописи буквально немыслим. И тут нужно сделать первую очень важную оговорку. Откуда такая странная фамилия Брилов? Во-первых, долгое время фамилия у Карла Павловича была не Брилов, а Брюло. Именно так звали его прадеда, который эмигрировал в Российскую империю из Франции в тот момент, когда в его родной стране были гонения на гугенотов. С самого детства Карл Брилов прекрасно понимал, что его выбором будет искусство. Его отец — преподаватель Академии художеств, резчик по дереву, человек, который думал, что все его дети должны пойти по его же стопам и тоже заниматься искусством. Поэтому с самого начала путь Карла Брилова был предопределен. И здесь нужно понимать, что представляла из себя Академия художеств в начале XIX века. На тот момент развитие изобразительного искусства было одним из самых важных государственных проектов. Ведь Россия все время пыталась догнать Европу. А значит, в России должны были быть и свои художники, которые ничем бы не уступали европейским мастерам. Понятное дело, что на тот момент в России еще не так были сильны традиции европейского искусства, и поэтому их очень и очень долго развивали. Сама система образования, которую проходили воспитанники Академии художеств, тоже имела свои отличительные значения. Само обучение длилось 12 лет. После этого, если выпускник Академии получал золотую медаль за свою выпускную работу, его отправляли на долгое время в пансионерскую поездку в Италии, откуда он должен был привезти масштабное произведение, за которое в конечном счете его и производили обычно в Академике. Примерно по такому же плану хотел действовать и Карл Брилов. Нужно сказать, что отец художника был очень требователен к своему сыну. Так, за любую допущенную ошибку, он бил своего ребенка. И один раз настолько сильно ударил Карла Брилова по уху, что тот оглох на всю оставшуюся жизнь. Казалось бы, подобные методы воспитания могли бы в ребенке возбудить ненависть к живописи. Но нет, все складывалось диаметрально противоположным образом. Брилов обожал свои занятия. Больше того, всегда помогал старшим товарищам и более младшим товарищам, если у них не получалось что-либо изобразить. Первая работа художника, за которую он получит малую золотую медаль и максимально хорошие отзывы от всех преподавателей — это его гений искусства. Именно тогда всем ученикам Академию скажут, чтобы они ориентировались на Брилова, потому что он лучше всего понимает, что представляет из себя все параметры и значения красоты. Действительно, вся картина сделана абсолютно в классическом стиле. Перед нами и молодой человек, обнаженный, сидящий в достаточно вольготной позе, и явные намеки на шедевры изобразительного искусства. Вот он прямо перед нами. Можем посмотреть. Видите? Голова со скульптуры Лакаона. Дело в том, что Лакаон — это одна из самых легендарных скульптурных композиций античной Греции. Брилов знал ее настолько хорошо, что мог воспроизводить буквально по памяти. Это одно из любимых его произведений, и когда он работает над своей картиной, то совершенно логично, что он не мог обойти его вниманием и мастерски изображает голову самого Лакаона на своем произведении. Понятное дело, что в данном случае мы имеем типично классическое, еще ученическое изображение. Понятно, что Брилов отлично работает с цветом, понятно, что он очень хорошо владеет пластической формой, но ничего нового в этом полотне нет. Оно действительно полностью выполнено по всем стандартам красоты, которые существовали еще в начале XIX века. Однако многие преподаватели справедливо полагали, что Брилов подает очень большие надежды, которые в конечном счете сделают его одной из главных звезд русского изобразительного искусства. Уже следующая ученическая картина мастера «Эрминия у пастухов» тоже говорит нам о тех проблемах, которые существовали в русском изобразительном искусстве того периода. Вроде бы представленная легенда вполне понятна и полностью соответствует вкусам публики того времени. Перед нами очень хорошо воплощенный пасторальный сюжет. Такая идея об образе идеальной жизни на фоне природы. Немного напомню легенду. Кто такая Эрминия? Она — дочь сарацинского царя, влюбленная в крестоносца. Переживая, что ее возлюбленный мог погибнуть во время войны, она надевает доспехи и отправляется на его поиски. И вот в тот момент, когда она искала своего возлюбленного, она вдруг услышала звуки свирели и песни и вышла к пастухам. Там сидел пастух и двое его детей. Ее настолько поразила красота увиденного, простота сельской жизни, и она настолько была очарована всем происходящим, что это навсегда осталось в ее памяти. Бриллов изображает перед нами именно этот момент. Что же здесь нового? Ну, во-первых, эмоции героев, которые смотрят на Эрминию. Но что интереснее, это изображение женской натуры. Вы можете посмотреть, что Эрминия здесь выглядит, ну, как минимум, не совсем натуральной. Во-первых, не очень похоже, что это именно женщина. Кажется, что перед нами может быть и мужская фигура. Более того, положение ее тела не просто театрально, оно максимально напоминает скульптуру. А все почему? Все потому, что еще в начале 19 века в Российской империи практически невозможно было найти натурщиц женщин. Их просто не существовало. Художникам приходилось использовать либо мужские натуры, либо ориентироваться на статуи, либо пользоваться своим воображением. Или, например, как в легендарном случае с учителем Василия Перова, об этом мы подробнее поговорим, когда будем разбирать творчество художника, приходилось обращаться в публичные дома для того, чтобы найти пример хорошей женской натуры. И это действительно то, что характеризует все русское изобразительное искусство первой половины 19 века. Натурщицы стали доступны ближе уже только к концу столетия. Перед нами снова то полотно, которое полностью соответствует всем законам академизма. И четко выверенная игра «Светы и тени», и все театральные позы, и жесты, и выстроенная композиция, и линии перспективы все полностью соответствуют тому, что на тот момент было принято в изобразительном искусстве. В тот момент, когда Карл Берлофф заканчивает свое обучение в Академии художеств, он вдруг узнает, что с пенсионерской поездкой у него могут быть достаточно большие проблемы. Речь шла про начало 20-х годов 19 века, и в этот момент по всей Европе прокатилась череда восстаний и революций. И поскольку на тот момент российские власти очень заботились о том, чтобы революционные течения не перекинулись на Россию, они решили не отправлять выпускников Академии в заграницу, а позволить им обучаться в родной стране. Берлоу, естественно, это не понравилось, он выразил свой протест и все-таки смог уехать за границу, правда не при помощи Академии художеств, а при помощи только недавно образованного общества поощрения художников. Это был, по сути дела, такой частный меценатский проект, который был рассчитан на то, чтобы повышать образованность отечественных живописцев с помощью частных инвестиций. И вот благодаря тем деньгам, которые Берлоу получил в обществе поощрения художников, он наконец-то смог отправиться в свое европейское путешествие. Он посещает Германию, Францию и, конечно же, Италию. И вот именно в Италии он начинает совершенно иначе смотреть на изобразительное искусство. Если до этого момента Карл Берлоу полностью ориентировался исключительно на стандарты академического искусства, то здесь у него появилась уже собственная свобода мысли. Но давайте разберемся, что же представляла из себя Италия 19 века и почему туда настолько сильно стремились все художники.